Салют, пипо! С вами Хьюман и год очень полезной и вкусной информации. Да. Ну что, друзья, вы просили, вы получаете. Посмотрим, что там китайцы наворотили со своими видеокарточками. А они наворотили. Погнали! Но немножечко экскурса. Компания Moor Threads была основана в октябре 2020 года. А уже в конце 2021, по-моему, мы даже об этом говорили официально, они объявили, что станут первой китайской компанией, которая выдвинет, сейчас прям процитирую, полнофункциональный графический процессор. Ну что, на днях пекинский стартап официально анонсировал свои первые две видеокарты. Это MTTS60 для настольного ПК и рабочих станций и MTTS2000 для серверов. Обе основаны на 12-нанометровом графическом процессоре, который создан с использованием архитектуры Мусса. И конкретно MTTS60 была продемонстрирована на мероприятии, которое посвящалось игре Лиги Легенд. Все это в разрешении 1080p. И состоявшаяся на днях презентация, основатель которой является, как собственно и генеральным директором Moor Threads, Чан Цзян Джун впервые появился на публике в своей нынешней роли. И в IT Home поясняют, что Цзян Джун, который является бывшим глобальным вице-президентом NVIDIA и GM в Китае, он уже активно в течение 15 лет занимается графическим бизнесом. Но, ребятки, прежде чем мы с вами перейдем к тестированию видеокарты, давайте взглянем, что у нее там внутри, какая внутрянка. Ну, потому что нужно ориентироваться, с чем мы имеем дело. Какие конкуренты тяжественны этому сектору. И, друзья, не в первый раз и не в последний хочу поблагодарить вас тем, кто поддержал проект, особенно сейчас, Human Wasp, в частности, и меня, чтобы продолжалась деятельность. Это касается и ваших разных донатов на Donation Alerts, и вашей месячной подписки на Patreon, и месячной подписки, естественно, на Boosty. Кому-то покажется, что это какие-то мелочи и так далее, но на данном этапе это финансовая часть достаточно важная, чтобы видео продолжали выходить каждый день и далее. И в нынешних реалиях, и в нынешних реалиях в интернете и так далее. Поэтому мой вам отдельный покон еще раз тем, кто поддержал. Ну, а те, кто хотят вдохнуть дополнительную жизнь в проект Human Wasp, наполнить паруса, чтобы наш корабль и дальше плыл куда нужно под заданному вектору, ссылочки оставлю в описании, буду вам признатен, если вы поспособствуете, ну, скажем так, оживлению и продвижению проекта. Ну, если мы с вами говорим непосредственно за видеокарточку MTT S60, которая примерно 6 терафлопс, то по большому счету это мощность Xbox One X, которая также на 6 терафлопс. Вторая аналогия это GTX 1070, там, по-моему, 6.5-7 терафлопс. Архитектура Moussa первого поколения получила название «Судьи». И согласно сообщениям с мероприятий, этот графический процессор имеет 4 основных механизма обработки. Графика, искусственный интеллект, видео и физика. В рамках презентации самого запуска был показан широкий спектр демонстраций. Ну, а для демонстрации механизма рендеринга графики была выбрана игра League of Legends, естественно, видеокарточки S60MTT. Да, это далеко не самая требовательная игра, но поверьте, геймеры будут очень рады узнать, что поддерживаются расширенные функции в виде глобального освещения, пространственно-временных сглаживаний, физического рендеринга, мягких теней, отражения и объемный свет. Я думаю, вы уже поняли, что игрушка работала при разрешении 1080p. Правда, до силе ничего не известно о качестве графики или средней частоте кадров. Но и не стоит забывать, что официальные рекомендуемые спецификации для League of Legends очень низкие. Ну, для плавной игры Riot рекомендует только NVIDIA GeForce 560 или AMD Radeon HD 6950. Ну, естественно, если получше, то это хорошо. Кстати, эти спецификации обновлены еще от июля 2021 года. Более того, видеокарточки на архитектуре MUSA могут поддерживать различные фреймворки. Я имею в виду фреймворки искусственного интеллекта. Ну, например, для обработки изображения, обработки звука и, собственно, естественного языка. Ну, и там ряд других функций. Обработка же самого видео происходит как раз-таки благодаря интеллектуального движка. Мультимедийного интеллектуального движка. И, как я понимаю, он способен поддерживать кодек 8К и AV1. Ну, для тех же прямых трансляций, облачных конференций и так далее. И теперь, ребятки, не менее важный нюанс. Физический движок, который получил название Alpha Core, способен у нас работать с Unity, плюс также с Houdini и Unreal. То есть, для ускорения реалистичного движения сложных структур. Ну, и материалов, естественно. Демонстрация совместной работы нескольких технологий обработки графических процессоров архитектуры MUSA. Она была проведена в программах 3D-рендеринга, а также распознавания изображений, анимации аватаров метавселенной, программным обеспечением для научного моделирования и многое другое. Друзья, я восстановил свою деятельность на игровом канале. Не на ежедневной основе, но тем не менее. Решил сейчас пока что удержаться от вебки и комментариев прохождения игры, но вот дабы сделать для вас это как сериальчик, чтобы вы расслабились и кайфанули. Так что с удовольствием всех жду на канале HumanWastGames. Ну, а далее на конференции были вопросы к руководителю и его команды. И вот в ответах на эти самые вопросы, гендиректор Мур Фредс повторил мудрость, что драйвер видеокарты и вспомогательное программное обеспечение чрезвычайно важное для успешного продукта. Это Intel на заметку. И судя по утверждениям Цзян Джуна, в его компании есть все, что нужно и в этом направлении. Ну, смотрите, например, говорят, что архитектура Мулса поддерживает OpenCL, SYCL, QDA, Vulkan, DirectX, OpenCL, Glass и другие основные программные интерфейсы. Более того, эти графические процессоры будут работать с системами на базе процессоров X86 и ARM, а также со всеми китайскими основными операционными системами. Так что можно с вами легко предположить, что сей продукт не останется в границах лишь одной державы Китая. Скорее всего, он также потом поедет на импорт. Причем уже трем лидерам, потому что помимо NVIDIA и AMD у нас есть Intel, которые уже выпустили видеокарточки в ноутбуках, а лето выпустит у нас уже и в ПК дискретный вид видеокарт. Если вы вдруг не в курсе этих событий, прошу, все для вас давно сделано. И следует также отметить, что прогресс, показанный Мурфресс, является экстраординарным. Ну вот с момента его основания, еще в октябре 2020 года, она в течение 100 дней успешно разработала полнофункциональный графический процессор со множеством современных вспомогательных функций и технологий, ну о которых, естественно, было объявлено во время презентации в анонсе двух этих СКУ. Вы должны понимать, что в эту компанию Мурт Трэдс вложено очень-очень много денег. Китайские ребятки назвали, какие компании им помогают. Это не все, там есть еще, но по моей памяти это у нас Леново и Тенсент. Так что да, друзья, нельзя сказать, что это какая-то мелкая компания для внутреннего рынка, китайского внутреннего рынка, а это говорит о том, что это еще одна монетка в копилку для экспорта. Но, тем не менее, данных с конференцией и результаты всех тестирований пока что очень и очень скудные. Ну и покуда мы своими собственными ручками не попробуем все это железо, ну о чем-то говорить прям конкретно и точно не приходится. Нужно брать дело и смотреть. Но, тем не менее, учитывая такой быстрый прогресс у этой компании, у этой фирмы, ну они прям форсируют все это дело и железо, и софту и так далее, я думаю, возможно, мы даже что-то увидим в этом году. Не уверен, но вариант, в принципе, вполне вероятен. Так что ждем, смотрим и увидим, как оно все там функционирует. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами был как всегда Хьюман и как всегда, кайфовой вам игры. С вами был Игорь Негода.